Доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня третье утро. Как вы стали родителям твоих деток? Надейка, привет! Скажи всем! Скажи привет! У нас Кристофер, он сидит в корсетике. Мой любимый муж. И мы уже едем у нас на часах 8-18. Псуматься слишком много. В общем, мы... А чего так ярко? Да, малышик, привет! Мы едем сейчас к педиатру. У нас обойтмет на 8-30. Вот. Ой, да. Сегодняшняя ночь, это... Не знаю, что было. В общем, Надейка проснулся, плакал. Мы же ему вчера в Айкеа купили одеялко. Сегодня мы его использовали. Ну, вчера он днем спал под одеялком. И сегодня ночью мы его использовали. Но я совсем забыла, что когда я кормлю Кристофера, нужно было к нему подходить, к Надейнину. И его, если что, подправлять и смотреть, чтобы одеялка не сползла. Ну и вот, я Кристофера кормлю. Все, мы заснули. Еще через час-два с половиной часа Кристофер проснулся. Я его опять начинаю кормить. Потом он просыпается через час. И мы все просыпаемся от того, что Надейнил так плакать начал. Мы такие, ой, он же, наверное, замерз. Что там? Что там? Что там? Ой, зацепилась. Сейчас папа расцепит. И, в общем, приводим к Надейлу. Аликс говорит, у него такие ручки холодные. В общем, мы сняли то одеяло, положили. Его снова укутали в слипельбраг, как он всегда спит. Мы поняли, что днем он пока пусть привыкает под одеялком спать, а ночью он будет слипельбраг спать. Вот. А потом, я не знаю, у Кристофера сейчас все поменялось. У него режима нет совсем. Днем он очень хорошо спит. И просто мне нужно пользоваться этой возможностью. И постоянно спать днем, потому что я не высыпаюсь. Если вчера я спала 4 часа подряд ночью, я такая себя чувствовала прекрасно. Но сегодня я спала только 2,5 часа. И потом где-то минут 40. И потом еще минут 30. И, типа, в сумме там уходит 4,5 часа. Но я такая разбита. У нас еще апоэтмит на 8.30. И Алекс такой просыпается под будильник. Кто придумал эти апоэтмиты после родовые? 8.30. Так урань. В общем, мы голодные. Ребенок у нас на Тэйках голодный. И я вот только яблоко съела, ему кусочек взяла, Алексу взяла. Я из-за того, что вообще кормлю, я столько много воды пью. Нам вообще в клинике, в госпитале дают такую пудаку, там литр входит в воду вместительность. Но ту пудаку я выпиваю за 2 раза. Потому что каждое кормление я выпиваю пол-литра воды всегда, чтобы у меня было молоко. Кстати, вчера у меня молочко появилось. Уже днем у меня было молоко. Я прям чувствовала, прям такая милитая. Ой, короче. Я уже кормлю Кристофера с одной. И я уже вижу, как у меня течет молочко с другой. Поэтому я уже поняла, что нужно стяживать. А Кристофер все равно не все успевает высасывать. А у меня прям аж болит. Я ночью сплю. И думаю, а у меня так болит. Пошла, короче, чуть-чуть там себе облегчила. И все. Вот. Так что, слава богу, молочко уже появилось. С Натенилом у нас появилось молоко где-то на четвертый день. Вот как мы по себе любимы. Только так я вообще слишком темная выходит. Вот. С Натенилом у меня появилось молоко на четвертый день. Как раз мы поехали к педиатру. И сразу же Lactation Consultant у нас была. Потому что я не знала, как Натенила прикладывать к груди. У меня молока не было. Натенил очень много похудел в весе. И в этот же день, как раз на третий день, когда была Натенилу три дня, нам выписали большую машинку для стяживания. И я как раз пришла домой, начала стяживать. И у меня пошло молоко. Это после обеда. Сегодня, получается, третий день. И у меня вчера пошло молоко. У меня прям оно такое уже... Хотя мне говорят, что врачи, что у меня вообще, когда я родила, уже сразу было молочко. Потому что оно не было такое прям как... Ну, молозиво же. Тоже, как я просто знаю, молозиво-молозиво с Натенилом было. Оно прям такое прям как... Такая текстура, такая скользкая и такая тянущая. Желтая-желтая. Такая. Ну, прозрачная больше. А сейчас, сыночка, что ты? Что ты? Застрял? Застрял? А, пианино застряло. Да. Да. А тут, получается, с Кристофером у меня сразу же, я его даже вот стяживала, чтобы шприц и кипальчиком кормить, когда он, ну, засыпал на груди постоянно в клинике, в больнице, в госпитале. Оно уже было жидкое. И мне сразу без страха. О, it's definitely milk. Я такая, думаю, это куда же, милка? Не может такого быть. Но сейчас я уже понимаю, что это реально молоко, потому что уже машинка может стяживать, и оно такое желтое, такое насыщенное, жидкое. И вообще, Кристофер кушает, наслаждается, приливы идут, матка сокращается, болит, еще живут, но я уже два дня не пью никакие обезболивающие, потому что понимаю, что это все временно пройдет. Так что, вот такие дела. Как прекрасно быть мамой двоих детей. Это сложно, если честно, да, это очень сложно. Особенно поначалу, когда ты восстанавливаешься. Я сидеть не могу, потому что я не хочу, чтобы у меня проблемы были со швами. Поэтому, в основном, все время я в лежачем положении. Лежу, кормлю его или хожу, когда я с Натанькой играюсь, чтобы Натанил тоже не чувствовал себя обделенным. Поэтому я с Натанилом играю, и малышонка параллельно держу и кормлю, и ходим мы так. Вот, такие вот дела. Сейчас мы уже вот приехали в гараж. Вон наша клиника. Сейчас суббота у нас сегодня. Как раз третий день. Но еще даже не три дня. Малышонку еще даже нет полных трех суток. Он родился в 9.31, а сейчас только в 8.24. Какие мы пунктуальны? Сына, ты в туалет хочешь? Да. Да? Ой, сейчас мы пойдем там, да? Вот. Да, что по поводу горшка. Дома Натанил ходит на горшок. Мы его садим каждых полчаса, продолжаем. А вот на выезд, ну так как сейчас нам необходимо ехать, то мы не можем вот это остановки делать, где-то его садить, то приходится одевать памперс, подгвозник, хотя это нежелательно, кто делает party training. Но у нас просто такая безвыходная ситуация. Приходится на фейс памперсы, а дома всегда только в трусиках. Но мы это доведем до конца, он уже это все понимает. Он сам такой пи-пи-пи. И показывает пальцем сюда, надо ходить в туалет. Я говорю, да, Натаня, молодец. Да, Натанечка? О тебе говорю? Да. Ты играешь? В общем, все, малышек наезженный. Он, я уже слышу, кряхтит. Сейчас мы пойдем. И все, да, любимый? Ага. Натаня вот так вырос, вытянулся. Штанишки короткие. Мы только недавно прилетели с Каролины. А еще были нормальные штаны. Ты куда раздеваешься? Холодно. Вот наш маленький. Я ему сказала не снимать, но я не могу. Вообще, вот такой наш маленький мальчик. Сосочку он не берет, но мы его даем, как только мы садим в Корсит. Но из-за того, что он сытый, он сразу ее выплевывает. Это нам врач сказала, что если соску сосет, значит он голодный. А если он уже не сосет, значит он сытый. Да, сына? Вот такой человек. Все, пойдем. Давай я буду держать на ручку. Все, пришли к педиатру. Классно. Интересненько как. Нам нужно 118. Сюда, сыночка. Это 119. Не больно. Кто это, как куколка такой? Ой, мамочки, как куколка. И он, куклюманыш. Что, сыночка? Да, мы записали там документы, дядя дал, да? Мы только что здесь ездили. Он родился 8.6. А сейчас 7.11.4. Как лаписи было? Да. Это та же самая комната. Это то же самое здание, как было ровно два и полтора месяца. Ну, Дэнка, не, 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 а мама должна подумать, что давай дяли. Короче, два года назад я в этой комнате была, сидела на этом стуле, и я просто рыдала, потому что я слышала, что в соседней комнате был ребенок, который плачет, а на Дэниел тоже плачет. И у меня гормоны, и я вся плачу. У меня сейчас, в принципе, глаза тоже смотрятся, как будто я плакала. Но нет, сейчас я просто не выспала. Но я тоже дома плачу, и сейчас я плачу. Но не от того, что Кристофер плачет, а от того, что просто Натанька нуждается сейчас во мне. И я вся такая, когда его укладываю, я ему начинаю петь песню, и всегда плачу, и слезы текут. И я так понимаю, что Натаньел такой сейчас уже взрослый по сравнению с маленьким Кристофером. Даже Натанька сейчас имеет такие ручки, такие прям, ну уже не бебечка, уже, я понимаю, ему два года. И я сейчас его поднимаю на руки, и я чувствую, какой он сейчас тяжелый. Или то после родов у меня сейчас все болит, у меня реально сейчас спина болит. Все, как будто я экзорсайз сделала, как будто я в джиме ходила, руки все такие сейчас. Все очень такое sore. Поэтому тут все болит. И поэтому, когда я Натаньела поднимаю, я такая чувствую, ого, какой груз. Как я? 30 вообще-то паундов, 15 килограмм как минимум. А я носила его с животиком, и чувствовала себя легко, и мне моя мама говорит, не носи его, он тяжелый. Я такая далекий, такая раз подняла. А сейчас я поднимаю, и понимаю, как мне тяжело. Или я слабее стала, или что. Ну, этот человечек, дай мне ручку. Такие рученькие. И я их целую. И мне так аж грустно, что мой Натанечка уже не маленький, он уже большой. Хотя я понимаю, как это хорошо, то, что он растет. Он помогает, он очень любит Кристофера. Он ему все время сосочку дает, если мы едем куда-то. Он всегда обнимает, ля-ля-ля-ля, всегда бежит, встречает, о нем говорит. Переживает, если он плачет. Слышит, когда он просыпается, бежит сразу в комнатку. Ну, в общем, мы счастливы. Просто у меня сейчас такое состояние, гормоны плещут, и я вот чуть что сразу плачу. Да, вот так. И Натанька плачет, да? И Натанька плачет. Скажи привет. Сыночка. Мы еще не забудь, что мы должны сходить в туалет, да? Да. Да? Это ты так хочешь какать? Да. А ты там терпишь? Потерпишь? Ну, второго или второго. Кто, Натанька? Первый, двадцать первый. Первый ребенок двадцать первого года. Я это запомнила. Все, ждем врача. Я так кушать хочу. После этого сразу поедем, будем кушать. А у нас сегодня чисто такой лежачий домашний день. После врача, скажи, мы поехали к родителям. Скажи, бабушку с дедушкой снова наведывались. Заяхали к ним. Скажи, получил дозу обнимашек, целовашек от всех. Потом приехали мы домой. И скажи, я только кушаю и сплю. И даю возможность маме с папой отдохнуть. И Натанчка отдыхал. Где моя сладость? Да, скажи, мама стирку уже постирала, сделала. Костюмчик одела уже два-четыре месяца. Потому что я же думала, они типа как стянулись. А они такие большие. Упс. Кто это срыгнул? Срочно, срочно убирай. Вы рисуете? Да? Да. Вау. А мы к вам спустились. Маленький. Кристофер тоже хочет рисовать. А я думала, вы будете рисовать красками. Да? Ты хочешь фломастерами или ты красками хочешь, сыночек? Фломастерами пойдет? Красками? Да. Хочешь красками? Или фломастерами? Кристоферами. Кристоферами. В общем, мои мужчины рисуют. А мы тут пришли, сонное царство. Ваше государство. Может, кто-то что-то хочет? Чаек? Да. Вам сделать? Да. Ивайзик. Ивайзик, привет. Привет, Жак. В общем, пойдем, Дюй. Привет, привет. Да, да, да. У нас тут стоит корсид наш. Мы садим малышонка. И он там отдыхает, пока я так могу то покушать, то что-то приготовить. Да, сыночек? Да. Да. Привет. Сейчас я его, скорее всего, положу на диванчик, и мы будем спать. Вот так он у нас, Кристофер. Просто иногда я его сажу, иногда он спит просто, где положишь. А вот сейчас, чтобы я видела, чтобы на Дэниел случайно на него не залез. Вот так в корсиде сидит и все. В общем, что там делают мужчины? Вау. Ого. Какий драматический кружок. В общем, разогреваем мы еду. Спасибо нашим любимым, родным, которые нас ням-ням вкуснятину делают. Вот у нас уже осталось уже совсем немного халапенька. Мы его кушаем. Да, и я перченую тоже еду кушаю. Сегодня спрашивала, это на Дэниел, мы сделали картошечку, шримпики и чикен. Вот спрашивала сегодня этого, как его, спрашивала педиатра, или можно ли кушать перченой, или ли должна быть какая-то особенная диета. Сказала, никакой особенной диеты вообще не должно быть, чтобы наоборот ребеночек получал с молочком и потом легче было вводить прикорм, чтобы он уже чувствовал это, что он да, это кушал. Поэтому у нас здесь и фасоли, и кукурузка, это кино, зеленушка, это Алексей сестричка делала, и перчик болгарский. Здесь халапеньо пекучее. Да, я переживала, попробовала сначала один, но Кристофер легко перенес. Ничего не было, не болел животик, слава богу. Тут, тут, все, короче, я ем. Так что и красное, и не красное, и помидоры, и огурцы, все, я кушаю. Так что вот такие дела. Все, я быстренько сейчас буду, уже разогрела, сейчас все наложу и будем и кушать. Все, приятного нам аппетита. И все, вот такой у нас ужин. У Натани Ласс свой ужин. Он вообще любитель креветки покушать. У него креветки, мяско. Картошечка и огурчики. Ммм, смакота, да? Смачно? Дуже смачно? Да. А у нас, любимым, все одинаково, да? Приятного аппетита. А человек, человек. Посмотрите на тело человека. Как он спит хорошо. Когда сытый, то хорошо спит. Да. А Натанька столько получил молоко на четвертый день. А ему повезло. Уже на второе у меня молочко идет. Он такой сытый всегда. Такой спокойный. Что нам, кстати, педиатр сказал? Что он очень спокойный. Говорит, такой, бэйби, такой спокойный. Такой тихонький. Она его и так, и всякие поворачивала. А он все такой. Вообще не пискнул ни разу. А потом сказала, что по весу он только скинул 8% своего веса из того, что... Ну, если смотреть, сравнивать вес, когда он родился и когда мы сейчас пришли на третий день. Она говорит, бери, бери, мяско, мяско. Бабушка. Бабушка делала, да? Или это не бабушка? Бабушка делала? Короче, кто-то из наших родителей делал. Из нашей семьи, да? Да. Ой, как вкусно. Вот. То говорят, что все, что меньше 10%, если ребенок скидывает в первые три дня, то это, ну, типа нормальный показатель. Не стоит переживать. Но Теннил у нас сбросил, по-моему, 12%. Поэтому это было очень много. 12% его веса после родового, да? И поэтому нам сразу дали машинку, чтобы мы сцеживали. А сейчас нам вообще ничего не сказали. Говорят, все отлично. Мы-то спокойны. Я спокойна, потому что знаю, что молочко есть. Он кушает. Кстати, у нас есть весы. И я его сегодня поставила, взвесила. Как медсестра говорит эпидиатру, у него сейчас желудочек на третий день. Как блубери, как черничка. Прям вот такая малебусенькая. Типа, я думаю, вы что? Я ему еще и сцежу со шприциком. Он по 15 мл выпивает. Как это блубери. А потом я вот такая пришла домой. Взвесила его до. Взвесила его после. И я увидела, что он 35 мл выпил за один присест. И отключился. И перед этим он где-то минут 15 назад тоже выпил с другой груди. Ну, в общем, совсем не как черничка. Никак не ежевичка. Хорошо он уже пьет. И я рада, что есть молочко. Поэтому он будет сейчас набирать вес. Спокойный. Спит. Потому что что еще ребенку надо, да? Еда. Мама. Тепло. Кушай, сыночек. Да. Ням-ням. Смотри, вот тебе еще шрифт. Креветочка. Кушай. Показывай, как Натаня кушает. Ой. Прямо в картошку. Будь здоров.